Всем привет! Сегодня посмотрим, кто из женщин для него важнее. Вы или она. В данный момент времени. Мужчины обычно для себя четко разграничивают свое отношение к женщинам, если они в треугольнике находятся. Они четко понимают, какой женщине у них чувства, а какой свои собственные интересы и выгоды. Если к вам чувство, это совсем не обязательно, что он желает быть непременно с вами. Очень часто женщина, от которой он получает что-то, что-то материальное, например, является для него не менее важной персоной, чем та, которую он любит. Ну, вот такие они, мужчины. Давайте посмотрим чувства к вам и чувства к той женщине. Чувства к вам. Три карты. Чувства к вашей сопернице. Итак, чувства к вам. Думает о вас. Если вы думаете, что этот человек вас забыл, вы ошибаетесь. Он о вас думает долго, много. Вы вообще человек интересный, он вас до конца так и не понял. Ломает голову над тем, над тем, что вы сказали, может быть, ему когда-то. Как-то он не может понять что-то, не может воспринять правильно ваши слова, либо действия. Здесь, возможно, давно не было встречи. Очень хочет приехать, встретиться. И, возможно, здесь встреча и будет. Карты заранее здесь говорят о том, что для вас, как элемент неожиданности, идет встреча с этим человеком. Вы можете не ждать. Но будет с ним встреча. Но он должен обдумать стратегию. Стратегию поведения своего. Выработать линию правильного поведения с вами. Да, появится неожиданно. Причем может тайно появиться. Никого не поставит в известность. Из своего окружения. Или будет стараться скрыть эту встречу. Понимает, что разрушена стабильность между вами. Во-первых, придет за легкостью. За легкими отношениями, непринужденным общением. С вами легко. Карта бабочка. С вами тепло. Понимает, что у вас чувства к нему четко. Это понимает. И что вы, скорее всего, не откажете ему во встрече. Не откажетесь от его какого-нибудь предложения. То есть, он здесь однозначно видит вас как человека легкого, который легко идет на контакт. Ну, или надеется, да, что вы как-то вот легко воспримите его приход. Неожиданный. Неожиданное появление. Так, карта почтальон. Что-то он вам напишет, либо позвонит. Любовное послание, да, если четко, дословно переводить язык карт. Вот, любовное послание, смс-ка. Потому что к вам чувства. Вот к вам чувства и есть. Такая особенность мужской психологии, да. Когда в женщине есть чувства, он всегда вернется. Но от этого может быть сложнее женщине. Потому что, если вы отпустили отношения уже с этим человеком, вы считаете, что он вас обманул, предал. Если вы отпустили, да, эти отношения, то, конечно, для вас это будет в некоторой степени болезненно. Карта крайней степени отчаяния. Вы сразу вспомните, сколько вы пережили, да. Перед вашими глазами вновь встанет прошлое. Какие-то его слова, нелицеприятные поступки. Но вы должны понимать, что чувства у него к вам есть. Он вернется. Он вернется. Ваша карта здесь у меня выходит. Это говорит о чем? О том, что он думает о вас. Да, как я уже говорила, он не просто думает. Он ломает голову над какими-то вашими словами, действиями. Вас никак не может понять ваши мотивы, да, мотивацию, чем вы мотивировались там в отношении него. Вы для него однозначно остаетесь женщиной, которой есть чувства, эмоции, которой он неравнодушен. И вас не хватает сейчас в жизни этого человека, не хватает той легкости, которая у вас есть. Вы не загружены проблемами. Обычно мужчинам такие женщины нравятся. Вы как-то легко по жизни идете. Здесь человек легкий выходит. Женщина легкая на подъем. Позитивная. Активная, динамичная, деятельная. Вы ему такая нравитесь. Внешне симпатичная. Может быть красивая женщина, да, именно выходит внешне красивая. Он как-то любуется здесь вами. Ему нравится ваша деятельность, ваша активность, динамичность. Такая, как вы есть. Ничего он больше. Вот еще идет карта письмо. Говорит о чем, о том, что он однозначно здесь объявится. Две карты, указывающие на информативность, на установление связи с вами, контактов. Однозначно появится. Так, что касательно другой женщины. Да. Да уж. У меня здесь чувства с ее стороны. Она любит этого человека. Но у нее шансов никаких, карта вдовец. Она сердцем его не завладеет никогда. Он как будто ей какую-то услугу оказывает. То есть вот этот как раз, вот это как раз тот момент, да, когда мужчина использует женщину, ну, для своих каких-то целей. Может быть это грубо сказано. Использует. Но, по сути, это так. Здесь очень правильные отношения. Я бы сказала, слишком правильные. Очень все как-то мрачно, грустно. У него там нет эмоций. Человек, вот этот мужчина, по натуре страстный, эмоциональный. Ему вот такая женщина нужна, как вы. Потому что вы дарили ему эмоции. С вами он мог быть самим собой, проявлять свою страсть. А он натура страстная достаточно. С этой женщиной все слишком правильно, слишком спокойно. Она по натуре может быть спокойная. Но она ему не подходит. По темпераменту они разные. Ему там грустно, тоскливо. Но он вынужден там пребывать. Да, вынужден. И сколько там грусти, печали. Знаете, там разговоры какие-то всеправильные. Разговоры всегда в рамках каких-то. И за рамки эти как будто выходить нельзя с этой женщиной. Он держит дистанцию как будто бы с ней. Потому что нельзя выходить за рамки. Нельзя что-то вот... Нельзя показать свои эмоции, что ли. Не знаю, как-то вот он прям напряжен с ней очень постоянно. Напряжен. Ну что ж, его держит-то там. Что его держит? Он пытается как-то утешиться. Может быть, сам себя уговаривает, понимая, что быть там. Там, где были чувства, эмоции. Там, где ему хочется. Хочется ему быть вот здесь. Чувства его здесь остались. Но он себя сдерживает. Сдерживает. Потому что там супруга. У вас здесь или супруга, или стабильная женщина выходит. Женщина непростая. Имеет какой-то или статус. Может быть, руководитель на работе. Должность руководящая. Может быть, чем-то владеет. Может быть, больше зарабатывает. Но она выше. Она однозначно выше мужчины. Что-то с нее хочет получить. Ожидает чего-то. Ожидает. Какая-то сделка здесь есть. Возможно, недвижимость их связывает. Карта коммерции. Видите как. У кого-то недвижимость проиграется. Именно вот. То ли какие-то сделки с недвижимостью у них. То ли она, вот эта дама, осуществляет эти сделки с недвижимостью. Может быть, просто материальные вопросы их связывают. Ну, вот это и сдерживает его. Давайте итог. Итог с вами. Три карты. Так, поясню немножко. Чувства к вам никуда не делись. Несмотря на то, что, может быть, уже прошло много времени, чувства никуда не делись. Переживает. Пытается забыться. Не показывает своих эмоций. Но здесь переживание. Потому что для него это существенная потеря. Женщина, с которой легко, тепло, надежно. Для него существенная потеря. Он понимает, что пока не может быть с этой дамой. Пока он планирует там написать, да, как я уже говорила. Дать о себе знать. Прийти неожиданно. Но пока, пока все-таки идет такой элемент. Как будто он в рамках не может. А здесь что? Играет роль. Играет роль с этой женщиной. Шут. Актер. Изображает из себя влюбленного человека. Ну, видите как. Женщина, с которой... Это то, о чем я говорила, да, в начале. Женщина, с которой его связывают материальные вещи, для него сегодня важнее, чем та, которая чувства. Он не желает отпускать вот эту даму, с которой ему тяжело, скучно. Все однообразно. Отношения какие-то мрачные, скучные, в которых нет страсти, нет бурных эмоций. Тоска зеленая здесь. Здесь жизнь какая-то слишком правильная. Но он делает вид, что все прекрасно. Для того, чтобы удержать ее. Позитивит, юморит. Как услугу ей оказывает. Видите? Все ради денег. Карта деньги. Ну, вот так. На сегодняшний момент времени та женщина, с которой связывают какие-то коммерческие вопросы, для него важнее. Он готов поступить со чувствами. Ради денег. Ради чего-то материального. Вот такой сегодня расклад. Жду вашей обратной связи. И прощаюсь с вами ненадолго. Ради чего-то материал. Ради чего-то материал.